Привет! Мы на канале Супер Тима! И сегодня мы сравним оригинального Геркулеса с подделочным. Оригинального Геркулеса от Такара Томми с копией от фирмы СБ. С подделкой! Оригинальный Геркулес в 5-6 раз стоит дороже, чем копия от СБ. Вот и проверим, стоит ли платить больше. Мы найдем все отличия между оригиналом и подделкой. И конечно сразим их в битве, чтобы проверить какой же Бэй будет сильнее. Погнали? Погнали! А начнем с коробок искать отличия. Давай! Бэй для сравнения нам предоставил магазин игрушек Bayblade Burst of War. Там есть как оригиналы, так и копии подделки. Да, Бэй как со 2-го, так и 3-го сезона. Заходите, ссылочка есть в описании к видео. Начнем искать отличия с упаковок. И я уже нашел двое первых отличий. Ну, тут двое. Тут одно большое отличие. Упаковки абсолютно разные. Тут спутать невозможно. Фирма Takara Tomy выпускает Геркулеса в пластиковой коробке. Его видно. А фирма СБ в стандартной картонной коробке, как и все остальные Бэй. Ну, тут вот написано у нас СБ, тут Takara Tomy. Я, между прочим, видела на рынке, есть не копии СБ, а других производителей копии, которые тоже делают вот в таких вот пластиковых коробках. Да, я тоже делаю. Поэтому в первую очередь обращайте внимание, чтобы было написано Takara Tomy. Вот это в первую очередь. Ну, открывай. Я уже, я же нашел. Какое тут ты нашел отличие? Вот, тут написано баланс, а тут написано выносливость. Да, на самом деле Геркулес у нас типа выносливость. А не баланс. Ага. Но тут уже написано баланс. Первая ошибочка. Ну, выносливость. Ну, на коробочке нарисован Хуэй. Все правильно, да? Вам видно? Хуэй. То, в принципе, написано Арчер Геркулес. Все правильно. Ну, еще посмотрим. Бэйблейд написано, а не Торнадо. Ага. В принципе. Супер Зет. Зет. Даже Зет они тут поставили, да. Но, в принципе, выглядит похоже на настоящее. Да. Еще посмотрим. Такой же тут силовой диск и насколько он тяжелый. Ну, сейчас тебя проверим. Давай. Ну, открывай. Открывай. Сейчас там тебе... А, она... Она и так открыта. Уже открытая. Ну, давай. Другая запускалка. В комплекте с оригинальным Геркулесом. Это бустер. Здесь лаунчер в комплект не входит. А этот кого? Это... От кого этот лаунчер? Это от... Экскалиуса из первого сезона. А, я же вот тоже думаю, что я уже такое видела. У нас есть такой. Да, только он вообще из первого сезона, ребята. И достаточно короткая палочка здесь у него, да, в комплекте. Ну, хорошо. В принципе, запуск не получится. В принципе, запускалочка от Экскалиуса это неплохой вариант еще. Так, упакован наш Бэй так всегда, вот в один пакетик все сложили. О, у тебя копия. У меня оригинальчик. Вообще-то я буду играть с оригинальчиком. Так, давай я открою оригинальчик наш. Да. О. Я уже открою этот. Наклейки положили правильные, но помятые, как всегда. Как всегда. Но все, да, но все положили вроде бы правильно. Бэй Геркулес. Арчер Геркулес один из самых сильных Бэйов из третьего сезона. С ним очень любят сражаться ребята, он очень вынослив и долго кружится. О, это вообще. Если атакующие Бэйи нужно научиться еще запускать так, чтобы он разбивал и попасть надо, то с выносливым сражаться намного легче. Запустил и ждешь, пока он перекружит, да? Угу. Потому этот Бэй один из самых любимых у ребят. Поэтому на рынке очень много подделок именно Геркулеса. Но начнем с энергетического слоя. Я уже нашел первые, даже две нашел. Ну давай по очереди, что ты нашел, рассказывай. Тут такой цвет, тут он более яркий, а тут он менее яркий. Ну, цвет, да, цвет энергетических слоев видно. Второе, тут на треугольную отвертку, тут на обычную отвертку. Ну давай ребятам покажем, все по очереди. Явно видно, что поддельный Геркулес у нас какой-то более оранжевый, да? Да, он более насыщенный. Более насыщенный оранжевый цвет. Перенасыщенный. И как всегда у нас у подделки, у нас болтики для крестообразной отвертки, а у оригинала для треугольной отвертки. Да. Ну давай смотреть дальше, что еще у них. Да. Ну, давай посмотрим, работает ли трюк вот этот вот. Да, работает. Видите, у оригинального Геркулеса луки вот эти раздвигаются. Здесь тоже раздвигаются, да? Ну давай посмотрим. Я хочу другое, конечно, проверить. Давай. Как там пружинка, да? Вот здесь чуть-чуть крепче пружинка. Крепче пружинка? Да, чуть-чуть. А ну давай я попробую. Еле-еле. Да, 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 чувствуется. На оригинале пружинка более мягкая. Ну, это традиционно так, ты заметил? Да. Во всех боях, в которых есть пружинки, в оригиналах они всегда мягче. Да, да, тут их сильнее, закручиваются. Всегда жестче, да. То есть, вот эти луки будут раздвигаться легче во время боя. И будут тяжелее скручиваться. Да, да, а тут, да, чувствуется пружинка более жесткая. Но трюк есть. Самое главное, трюк есть. Насколько он будет эффективен, проверим в битвах. Но трюк есть. Давай еще смотреть, что здесь еще. Заврали. Ну, давай еще и взвесим эти энергетические слои, да? Я зависаю. Давай. А весы вон, рядышком. Давай. Давай. Суперцет Лайер Систем имеют в энергетическом слое металл. Поэтому они тяжелее, они легко разбивают бейс со второго сезона. Очень легко. Поэтому интересно, в подделочку столько же металла положили или нет? Давай их взвешивать. Или тяжелее металл положили, или легче. Сейчас проверим. Ну, давай. Сначала ставишь оригинальчик. Ну, конечно же. Давай, сколько он у нас весит? И? 18. 18 грамм. А теперь давай я положу нашу подделочку. 2. Ого! А ну, еще разочек. А ну, ложи еще раз оригинал. Точно 18. А ну, убирай. 20. Паша, за ты чуть-чуть клево ставишь. 20. Дай я поставлю. 22. Не 20. 20. Все-таки 20. Но он явно тяжелее. Ха, очень интересно. Ребята, вы видите, энергетический слой у подделки на 2 грамма тяжелее. Но это будет преимущество для подделки? Нет. Он будет в ту и в ту сторону больше расшатываться. Да? Да. Ты считаешь, он будет больше дисбалансирован, да? Да, потому что тут все четко рассчитано. Ну, посмотрим, посмотрим, ребята. Ну, вот это вот первое весомое отличие, да? На 2 грамма подделка тяжелее. Давай смотреть. Силовые диски. Одинаковые. Так, давай, а то мы уже перепутали местами. У тебя была подделочка. Так. Ну, я нашел первое отличие. Да, визуально они сделаны так же. И нафиг не написано. Да, ну вот, смотрите. У оригинала на силовом диске написано цифра 13. Копия выглядит так же, но на ней ничего не написано. Ну, а самое интересное. Какой? Вес. Да, вес. Самое интересное и самое главное. Давай их взвесим. Ну, давай. Ты ставишь оригинал. Давай. Сколько он у нас весит? 20. 20 грамм. Так, забирай. Я ставлю подделочку. 20. И подделочка 20. Да. Ну, по весу наши силовые диски одинаковые. Так, смотрим, что же у нас теперь с наконечниками. Давай покажем ребятам. Вот наконечники. Так, вот, ребята, оригинал и подделка. Цвет. Да, подделка более желтая какая-то, да? Более бледненький оригинал, подделочка более жесткая. Вот как они вот выглядят. И вот с этой стороны. Я нашла там болтики, а там... Ну, как всегда, как всегда в копии болты, а в оригинале заклепки. Ну, давай смотреть теперь основные. О, вообще жестокое отличие. Давай. Вот это легко крутится. А тут... Нет, с мальцем не могу покрутить. Оно не крутится? Давай попробуй. Ого, ого. На, покажи ребятам. Давай покажем. Ребята, смотрите, как легко кружится диск у оригинала. А я еле-еле крутил. Да, а подделка, она просто его двумя руками надо еле-еле ее крутить. Она еле крутится, этот диск, эта тарелочка. А этот легенько кружится. То есть, что получается? Когда во время битвы Геркулеса атакует соперник, он на наконечнике наклоняется. И вот этот... За счет вот этой вот тарелочки он возвращается в ровное положение и не замедляется, потому что такая тарелочка тоже кружится. То есть, он коснулся, провернулся и поехал дальше. На такой тарелочке он тоже будет возвращаться назад, но она будет притормаживать его движение, потому что она практически не кружится. То есть, очень-очень тугая. И это означает... Самостоятельно он не прокружится никак, если мы с трудом поворачиваем пальцами эту тарелочку. То есть, он никак, она сама никак не будет прокручиваться. То есть, по идее, поддельный Геркулес должен быстрее останавливаться. Да? Да. А ну вот проверим. Ну все, переходим к битве, к самому важному. Кто же будет сильнее в битве, оригинал или подделочка? Давай. Оригинальный Геркулес от Такара Томи. Против копии от СБ. Проверим, кто из них сильнее. Проверим. Первый раунд. Три, два, один, пять. Геркулес, выносливая. Мой Геркулес, поддельный Геркулес, более оранжевый. Поэтому его видно в битве. Какой? А еще твой наконец. О, блин. Соскнулись и... Есть! Перекружил и чуть-чуть раскрутил. Вижу. А, да, да. Действительно. Поддельный Геркулес сдался первым и немножечко подраскрутился. Но немножечко не считается. Это не разбил. Но да, у тебя одно очко. Второй раунд. Поехали. Три, два, один, пять, четыре. Так, кто сильнее, кто сильнее? Геркулес, выносливость. Копия достойно держится, смотри, да? Но недолго. Ой, 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 одновременно. Одновременно. Они остановились одновременно. Вот так, копия. Третий раунд. Три, два, один, пять, четыре. Ну, ты запустил. Прям чуть-чуть не выбил. Сам не вылетел. Это я сам увидел. Ну, ну, все. Держи, подделочка. Ты уже шутаешься. Подделочка держится. И очень даже неплохо. Но шутается. Еще больше шутается. И той. Да, подделочка первая. Есть. Да, да. Ты взял второе очко. Вот, да, перекружил. Но, Геркулес неплохо сражается. Да, неплохо так. Четвертый раунд. Как для подделки неплохо. Четвертый раунд. Три, два, один, и все. Тоже. Подделка или оригинал. Подделка или оригинал. Оригинальный Геркулес выносливость. Поддельный Геркулес выносливость. Я шатаюсь. Ай. Еее. Да, да. Победил. Победил. Перекружил. И очень убедительно перекружил. Со счетом 3-0 у нас победил сегодня оригинал. Да. Но копия себя вела в битве очень даже достойно. И даже в одном раунде была ничья. Поэтому неплохо, неплохо. Как для копии. Но я выиграл. Да, но ты выиграл. Как я и предполагала. От того, что вот этот вот диск пластиковый на наконечнике не кружится. Еле, еле. Да, верно. Еле, еле он кружится, но еле, еле. Из-за этого оригинальный Геркулес все-таки более вынослив. Вот эта тарелочка скорее даже тормозит, да? Чем помогает, наверное. Это не помогательная тарелочка, а тормозительная тарелочка. Да, но все равно Геркулес очень неплохо себя вел. Еще что я заметила в запускалочке. Запускалка удобная, но тугая. Тоже туговатая немножко. Но в принципе неплохая, достаточно удобная. Да. Но Больга более тугая, чем оригинальная. Вот такая битва у нас сегодня. Ставьте лайки, 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 лайки. И подписывайтесь на канал Супер Тима. И подписывайтесь на канал Супер Тима Бейблейд. Это канал для Бейблейдера. Там много Бейблейдов, много битв. И много-много всего интересного будет там впереди. Будут и обзоры, и интересное видео о персонажах, о любимых. Там будет много всего интересного. Поэтому подписывайтесь и на Супер Тиму, и на Супер Тиму Бейблейд. Канал для новостоящих блейдеров И вы все увидите первыми Пока-пока